Школа в 2024 году. Классическая система образования больше не работает? За последние 20 лет мир очень сильно изменился и продолжает меняться. И классическое образование за ним не поспевает. Ну, например, на уроках информатики дети проходят те языки программирования, которыми больше уже никто не пользуется. И изучают те системы, которые очень далеки от того, чем люди сейчас пользуются. Ну, а, например, знания о кестиков и тычинках, скорее всего, потребуются одному из тысячи учеников. В этом видео мы разберем, как соблюдать баланс между, с одной стороны, социальными нормами, тем, что ребенку обязательно нужно ходить в школу, и тем, как не перегружать ребенка ненужными знаниями. И обязательно досмотрите это видео до конца. В конце я расскажу, как научить ребенка в школе не нарушать границы одноклассников и при этом уметь защищать свои. На уроках этого точно не расскажу. Может показаться, что образование изменилось. Электронные дневники, электронные доски, какие-то планшеты. Но если посмотреть по существу, посмотреть на учебные программы, они не сильно изменились. Также учитель, также 30 детей и примерно те же самые программы. Для начала хочу сказать, что система образования в нашей стране точно не самая плохая в мире. Во-первых, оно бесплатное. Во-вторых, оно разностороннее. И если подробно сравнивать с разными системами обучения и образования в мире, то наша точно не на последнем месте. Но есть определенные нюансы. Давайте их обсудим и посмотрим, как их нивелировать. Первый очевидный минус – это то, что система не учитывает уровень ребенка. Если ребенок слабый, то ему учиться тяжело и, соответственно, неинтересно. Если ребенок слишком сильный, то для него это обучение также скучное, потому что у него все слишком легко получается. Да, можно поспорить, сказать, что классы пытаются подбирать по уровню детей. Но согласитесь, скорее всего в классе вашего ребенка есть ребята, которые прям очень сильные, им обучение дается очень легко, им скучно, а есть ребята, которые прям отстающие. И проблема несущественная, если разница у детей не очень сильная. То есть есть дети, которые учатся чуть хуже, есть дети, которые учатся чуть лучше, но они все равно учатся примерно одинаково. То есть есть троечники, есть отличники. Но для отличников не супер легко учиться, а троечники всегда свою троечку могут получить. К сожалению, часто это не так. И есть дети, которые очень сильно отстают, и для них обучение в этом классе практически невозможно. А есть дети, которым реально нечего в этом классе делать, потому что их уровень сильно выше нормы. А вы в какой категории были в своем классе? Вам было сложно учиться, либо слишком скучно, либо нормально? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очевидной характеристикой школы является то, что она стимулирует послушную модель поведения. То есть хорошие оценки получают не те ребята, которые в принципе хорошо разбираются в предмете, а те ребята, которые четко соблюдают правила и хорошо слушаются педагога. Многие талантливые ребята могут быть конфликтными, могут не соглашаться с учителем, спорить. И это зачастую приводит к тому, что они получают более низкие оценки, чем того заслуживают. Соответственно, школа стимулирует не модель поведения, когда человек учится отстаивать свою позицию и доказывать, почему его подход, его вариант решения верный, а учится приспосабливаться, слушаться и соглашаться с учителем. И это не очень хорошо, потому что обычно ребята, которые имеют какие-то реальные таланты, могут совершить какое-то открытие, они как раз-таки обычно спорят и не соглашаются с учителем. А в школе такая модель поведения подавляется. Если ваш ребенок также своенравный, также любит доказывать свою правоту и отстаивать свою точку зрения перед учителями, то поставьте лайк этому видео. Следующий очевидный минус – это полный диссонанс с реальным устройством мира. Ну, смотрите, кто максимально успешен в современном мире. Это какие-то узкие специалисты, которые талантливы в чем-то одном. Какие-то очень крутые дизайнеры, которые классно рисуют. Или какие-то узкоспециальные врачи, которые занимаются своей очень узкой темой. Школа же хочет, чтобы ребенок был примерно хорош во всем. Например, если у ребенка суперталанты в биологии, у него все великолепно получается, а с математикой, например, проблема, вместо того, чтобы этому ребенку усиливать биологию, нанимать ему каких-то дополнительных репетиторов, ходить на кружки, участвовать в олимпиадах, школа говорит, что с биологией у тебя нормально, а вот по математике у тебя тройка. И твоя задача, и задача твоих родителей – эту тройку исправить. То есть в реальном мире котируются какие-то суперсильные стороны человека. Ну а школа не обращает внимания на сильные стороны ребенка, а требует, чтобы какие-то слабые стороны исправили. И направляет на это акцент и родителя, и ребенка. Но еще одним очевидным минусом является довольно спорный набор предметов, которые в школе проходят. Но согласитесь, что многие предметы можно было бы убрать и заменить их на более необходимые ребенку. Например, финансовая грамотность. В любом случае ребенок будет взаимодействовать с деньгами, и, соответственно, неплохо бы его научить, как это правильно делать, как правильно копить, как правильно инвестировать. Ребенок общается со сверстниками, со взрослыми. Он должен учиться коммуницировать с разными людьми. И неплохо бы научить ребенка базовым навыкам общения. Кстати, напишите в комментариях, по вашему мнению, от какого предмета в школе можно было бы отказаться, и на какой предмет его заменить. Еще одним минусом является общение лишь со сверстниками. Ребенок ходит в класс, где дети одного возраста, и взаимодействует с учителем, который сильно старше. В действительности, в реальном мире мы с вами общаемся с абсолютно разными людьми. Кто-то старше, кто-то младше, кто-то глупее, кто-то умнее, кто-то добрее, кто-то агрессивнее. И в действительности было бы значительно полезнее, если бы ребенок взаимодействовал с разными людьми разного возраста. Для его развития это было бы значительно полезнее. Ну а теперь пришло время разобраться, как эти проблемы в домашних условиях нивелируют. Первое. Объяснить ребенку, что оценки не так важны. И зачастую они зависят не от реальных знаний и навыков ребенка, а от его взаимоотношений с учителем и каких-то субъективных факторов, на которые ребенок не может повлиять. Дело в том, что в детстве очень обострено чувство справедливости. И когда ребенок получает оценку явно несправедливо, он очень сильно расстраивается, очень сильно переживает по этому поводу. И будет правильно, если вы, родитель, объясните ребенку, что задача обучения это получение знаний и навыков, а не конкретно оценок. Да, оценки и знания связаны, но не всегда напрямую. И бывают периодические ситуации, когда оценки не отражают реальные знания ребенка в ту или в иную сторону. При этом есть экзамены типа ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, которые более-менее объективные и которые дают ребенку понимание его реального уровня. Совет не расстраиваться из оценок я бы дал и себе, маленькому учащемуся в школе. Вообще, я записал видео, в котором рассказываю про те советы, которые я дал бы самому себе в 5, 10 и в 15 лет. По ссылке в описании можно это видео посмотреть. И оно даст вам понимание, что важно в конкретном возрасте ребенку. Следующий совет, который я хотел бы дать родителям, это объяснить ребенку, что нужно рассматривать школу как тренажерный зал по развитию своих способностей. В действительности, школа уникальное место, где можно натренировать навыки памяти, навыки внимания, навыки ораторского мастерства, где еще у ребенка будет возможность вставать перед 30 людьми и выступать публично, тренировать навыки своего ораторского мастерства. Если рассматривать школу как тренажерный зал, то в действительности учиться становится сильно легче. О том, как научить ребенку учиться самостоятельно, как легко преодолевать школьную нагрузку, я рассказываю на своем большом онлайн-тренинге. Ссылка на него в описании. Он абсолютно бесплатный. Обязательно приходите, посмотрите, и у вас сформируется четкое понимание, что нужно делать для того, чтобы ребенку очень легко было учиться в школе, а дальше овладевать какими-то рабочими навыками. Как мы уже определились, у школы достаточно ограниченный арсенал в плане тренировки навыков, которые актуальны современному человеку и актуальны прямо сейчас. Поэтому очень рекомендую родителям вводить ребенка на разные секции. Скорочтение, робототехника, какие-то спортивные секции. Чем больше ребенок будет посещать разных секций, чем больше он разовьет разных полезных навыков где-то вне школы, тем с одной стороны ему будет проще учиться в школе, а с другой стороны проще устроиться в жизни. Кстати, я составил подборку интересных, необычных и актуальных для современных детей секций и кружков, которые вы можете своего ребенка вводить, ну или хотя бы попробовать. Их я оставил у себя в телеграм-канале. Переходите и, скорее всего, вам этот канал понравится. Там огромное количество разных развивающих видео, упражнений, методик. Более 200 тысяч родителей следят за каналом и активно внедряют в технологии воспитания своего ребенка. Отдельно хочу выделить развитие эмоционального интеллекта и в целом навыков общения. В школе ребенку приходится общаться со сверстниками, но навыкам общения ребенка никто не учит. Ребенка никто не учит понимать свои чувства, понимать свои эмоции, а главное справляться с негативными чувствами и эмоциями. Вообще эмоциональная сфера для ребенка очень важна, поэтому прошу на это обратить внимание, посмотреть какие-то тренинги, посмотреть какие-то кружки, где эмоциональный интеллект ребенка будут развивать и обязательно хотя бы несколько занятий с ребенком посетить. Ну а сейчас, как и обещал, учу ребенка выстраивать границы. Итак, объясните ребенку, что если он хочет как-то прокомментировать внешность своего одноклассника или одноклассницы, или дать какой-то совет, он должен воспользоваться правилом одной минуты. Что это за правило? Смысл его в том, что если собеседник может исправить эту проблему за одну минуту, то можно ему про нее говорить. Ну, например, у одноклассника паста на щеке. Ваш ребенок может сказать, «Мари, у тебя в щеках грязная, там паста». И такой комментарий не будет обидным, потому что другой ребенок буквально за несколько секунд сможет, соответственно, эту пасту стереть и будет только благодарен. Ну а если комментарий касательно внешности не исправляется быстро, например, «Ой, а у тебя рваные ботинки». Если ребенок уже пришел в этих рваных ботинках, то он физически не может сейчас пойти домой и поменять эти ботинки. Он, скорее всего, про эти рваные свои ботинки знает и уже расстроился. И ваш ребенок только испортит отношения с другим ребенком. Это же касается каких-то особенностей внешности. Ну, например, «У тебя кривые зубы, закрывай рот, не показывай их». Ну, то есть, это прямое оскорбление. И, в принципе, взаимоотношения вашего ребенка с ребенком, которому он дает такие комментарии, точно не будут хорошими. Теперь, как отстаивать свои границы. Если вашему ребенку говорят что-то неприятное касательно его внешности, ему можно, во-первых, переспросить. То есть, «Я правильно услышал, что ты говоришь, что у меня рваные ботинки». Собеседнику уже неприятно. Либо ребенок должен сказать, «Я услышал, что ты говоришь, что у меня порванные ботинки, но что ты предлагаешь? Я вижу, что у меня порванные ботинки, они вот сейчас порвались. Я не могу сейчас сходить домой и поменять эти ботинки. Когда ты мне говоришь, что у меня ботинки порванные, ты что хочешь, чтобы я сделал?» Ну, и вот такое объяснение, оно также ставит собеседника в не очень приятное положение. И, скорее всего, в следующий раз он не будет делать такие комментарии. И вот ваша задача, как родителя, объяснить своему ребенку, что с одной стороны важно не нарушать границы других людей, с другой стороны не позволять нарушать свои границы и оскорблять, и унижать себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!